Продолжение следует... Об этом более подробно, с некоторыми пояснениями, так как стали в комментариях и в личных сообщениях появляться вопросы по этому поводу. Итак, в качестве примера рассмотрим ячейку КРУ 10 кВ, то есть это комплектное распределительное устройство 10 кВ, на котором не так давно мы произвели модернизацию релейной защиты. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот наш релейный отсек. Сейчас вдаваться в подробности модернизации я не буду, а лишь скажу, что здесь мы полностью избавились от индукционных реле тока типа RT80, электромагнитных реле тока RT40, реле напряжения RN140 и прочего множества промежуточных указательных реле. Ну а вот так выглядела ячейка, ну плюс-минус до модернизации. То есть видите, здесь были установлены электромагнитные реле тока RT40, реле времени, выдержка времени МТЗ, промежуточные реле на отключение, ну и так далее. Здесь были автоматы АПшки, оперативные цепи, цепи соленоидов, ну и здесь различные блинкера, токовая отсечка, ключ управления, лампы мы уже везде поменяли практически на всех подстанциях. Вот максимальная токовая защита и сигнал от замыкания на землю. Да, кстати, вон она, реле земляной защиты 40-02, вот с края. Ну здесь стандартный шлейф на дверь, здесь стоит индукционный счетчик электрической энергии активный. 100 вольт заводится, токовые цепи, лампа, блинкер не поднят и щитовой амперметр. Ну а сейчас мы заменили автомат оперативных цепей, установили дополнительный автомат для питания терминала ТОР-200. Сейчас устанавливаем автоматы ЭТИМАТЫ, в принципе, с блок-контактами, достаточно неплохие автоматы для цепей постоянного тока. Здесь у нас стандартная схема с двумя реле выходными, реле включения и реле отключения. Собственно, это у нас сам виновник торжества, так сказать. Терминал ТОР-200 модификации D. Модификация D это для защиты двигательных нагрузок. В данном случае у нас применяется компрессор мощностью 1600 кВт. Ну и здесь, чтобы на дверцу не тянуть большой пучок проводов, большой жгут, мы уже перешли на схему с выносным пультом на дверце. Я вам уже это показывал не раз на своем канале. То есть вот у нас выносной пульт ВПТ-02. Это более модифицированная серия. И через кабель USB идет соединение с нашим терминалом. Все цепи сами, сам терминал подключен непосредственно в ячейки, что очень удобно. Все короткие здесь перемычки собираются. На дверь не идет большой жгут, у которого все равно есть риск перегиба. Как-никак здесь оставляем всегда петлю, тем не менее риски есть. Ну а собственно здесь у нас идет лишь на дверцу подключение счетчика и амперметра щитового. И лампы, блинкер не поднят. Вот так это все выглядит с другой стороны. Табличку надо кстати сделать. Подписать лампу. Счетчик это у нас электронный счетчик PSC4TM05MK. Вот напряжение заведено на терминал. Видим тут. Сразу показывает он все в первичных величинах. Индикация положения сдублирована с нашими лампами и на ячейки. Щитовой амперметр E378. Ну не самый лучший выбор, но на этой подстанции у нас установлены все такие типа. Уж лучше E30 использовать. Так, здесь мы в ячейке установили, убрали старый клеммник 100-вольтовый. Установили новый клеммник Wendmüller с возможностью разрыва цепи. То есть, вы видите, оранжевый. Ну и здесь у нас вот это питание приходит по 100 льтам. Один выход идет у нас на счетчик, а второй идет на наш терминал. Здесь заведены у нас токовые цепи с трансформатора тока. Это у нас питание. Это у нас управление и цепи сигнализации. Схема достаточно простая. Я ее не раз уже показывал на своем канале. Поэтому сейчас на этом подробно останавливаться не буду. Часть клеммника я оставил прежним. Токовые цепи оставил. Старый клеммник XA, который уходит у нас за гребенки, оставил прежний. Здесь добавил клеммник. Это все новые цепи, которые у нас идут с тора, с терминала. То есть, вся обвязка. Мне так было удобнее сделать. И клеммник сигнализации тоже оставил прежний. Ну, соответственно, автомат цепи соленоида остался. Так как мы здесь не производили замену выключателя. Здесь остался масляный выключатель WMP10 с электромагнитным приводом P11. Ну и наши шлейфы. Плюс-минус шоу были взяты на автоматы. Вот такой вот у нас получился законченный вариант ячейки. Произведенная нами модернизация. На данном фидере у нас имеются следующие защиты. Это токовая отсечка, перегруз, земляная защита и минимальная защита. Все эти защиты выполнены на отключение выключателя. Ну и здесь выведенный 16-й светодиод. Всегда уже по умолчанию неисправной цепи управления. И здесь я впервые ввел функциональную клавишу K1 для блокировки минимальной защиты. Например, в случае вывода трансформатор напряжения из работы у нас произойдет отключение выключателя, отключение компрессора по минимальной защите. Чтобы этого не произошло, мы должны это дело сблокировать. Раньше мы применяли различные схемы. Мы ставили блок контакт на каретке на выкатном элементе самого ТНа. На блок контакты его 100-вольтового автомата. Различные ставили ключи. То есть здесь я ввел уже функциональную клавишу K1. Очень удобно. Теперь, допустим, хотим мы планово вывести ТН. Нажимаем клавишу K1 функциональную. Она у меня сделана с фиксацией, как переключатель. Один раз нажимаем, она фиксируется. Второй раз нажимаем, она как бы разблокирует эту цепь. Можно сделать еще ее как кнопкой. Тут это все настраивается непосредственно через программу микро. Ну а теперь давайте вернемся к проверке правильности соединений наших трансформаторов тока. Я не успел снять сюжет во время монтажа и во время пуска наладки. Поэтому сейчас здесь приложу фотографию кабельного отсека. И как вы видите, в нем находятся три трансформатора тока. И вроде бы кажется, что схема вторичных цепей собрана по схеме полной звезды. На самом деле схема здесь собрана по неполной звезде с двумя трансформаторами тока. В фазе А и С, естественно. А третий трансформатор тока, который находится в фазе Б, он применяется лишь для измерения тока контроллером, который установлен уже не здесь, не у нас, а уже непосредственно у технологов. Там у них свои защиты и им необходимо контролировать также ток статора. Поэтому у него используется лишь одна обмотка, одна закорочена, одна используется для сторонних нужд, так сказать, не для нашей защиты. В общем, сейчас доступа в ячейки у меня нет. Я сделал вот такой вот макет. Были у нас тут уже сняты трансформаторы тока, которые у меня были установлены в ячейки. Это ТПЛ-10. Трансформаторы тока имеют у нас следующую маркировку. L1 и L2. То есть начало, конец. Аналогично и у этого у нас. L1 и L2. То есть это у нас их первичные обмотки. И маркировку И1 и И2 для вторичных обмоток. Но так как у нас здесь две вторичные обмотки, вот вы видите, раз обмотка и два обмотка, то, соответственно, они названы 1 и 1, 1 и 2. 2 и 1, 2 и 2. Но обычно у нас первая обмотка это для цепи измерения и учета. Класс точности у первой обмотки всегда выше. Обычно 0,5. И вторая обмотка 2 и 1, 2 и 2. Используется для нужд релейной защиты и автоматики. И имеет класс ниже. Ну, например, 10R. В данном же случае класс точности у обоих обмоток одинаковый. 0,5. Поэтому они здесь их разделять так вот таким образом не стали. И здесь у нас аналогично все. Вот таким образом трансформаторы тока у нас установлены в ячейке. Это у нас будет фаза А, это будет фаза С. Снизу у нас L1, L2, L1, L2. Вторичные цепи этих трансформаторов тока, как я уже говорил, соединяются в неполную звезду. Такая схема очень часто используется для выполнения защит от междуфазных коротких замыканий в двух- или трехрелейном исполнениях. Особенно при соединении с изолированной нейтралью. В нулевом проводе в нормальном режиме протекает сумма токов двух фаз. Эта проверка является завершающей, поэтому желательно измерения производить без разрыва токовых цепей. Проверку можно выполнять однофазным или трехфазным током. Проверка трехфазным током достаточно трудоемкая. Чаще применяют проверку именно однофазным током. И я вам сегодня покажу, как проверить правильность соединения вторичных обмоток трансформатора тока. Это у нас фаза А, это у нас фаза С, как бы в ячейке. Вот сюда от нагрузочного устройства на L1 мы подаем один из источников нашего прогрузочного тока, первичного тока, L1. Ток проходит через трансформатор тока, через его первичную обмотку. Здесь у нас L2. Далее делаем перемычку вот сюда вот на L1. То есть ток идет вот так, вот так. И здесь мы подключаем вывод опять на наш нагрузочник. То есть видите, получается раз, два, три. То есть Z-образная схема. Она поэтому и получила такое название. То есть начало-конец, начало-конец. Ну а дальше наводим от нашего устройства, от нашего нагрузочника, ток, первичный ток 30 А. И производим замер токов в каждой фазе, в каждой обмотке. В моем случае все гораздо проще. Терминал отображает все, одновременно все токи по фазам. То есть фаза А, С и 0. Ну мнимая фаза Б. Аналогичным образом можно увидеть вторичный ток и по щечку. Единственный момент, что здесь у нас сразу отображаются величины в первичных единицах. То есть сразу будет отображаться как бы наш первичный ток. А здесь будет отображаться измерение вторичного тока. Очень удобно. Не нужно никуда подключаться, никуда врезаться, там подлазить клещами, чтобы замерить ток. И все это, в принципе, еще и видно одновременно. Ну и еще будем ориентироваться, естественно, на наш щитовой прибор, на наш амперметр, который подключен в нуле. Итак, что же мы должны получить на вторичке? Ток А и ток С должны быть равны. То есть здесь у нас 30 мы прогоняем, нам ТОР, наш терминал ТОР-200 должен отобразить ток 30 А по фазе А и 30 А по фазе С. А ток в нулевом проводе трансформаторов тока, вторичных цепей трансформатора тока, он должен показать 60 А, то есть в 2 раза больше. Ну и аналогично по второй обмотке, по учету и измерению. На счетчике мы должны увидеть одинаковые токи в фазе А, это первая там она, цифра 1, в фазе С, это троечка, и в нуле, в фазе мнимой, в фазе Б, мы должны получить ток в 2 раза больше. Что, собственно, вы сейчас и увидите. 30 фаза А и фаза С по нулю 60. Так, амперметр у нас показывает 60, он у нас стоит в нуле. И по счетчику фаза А 0,75. 0,75. Фаза Б 1,48 в 2 раза больше. И 0,74, 0,73. Если мы при этом увидим, что ток фаза А равен току фазу С, и они равны нулю, то значит у нас произошел обрыв нулевого проводника вторичных цепей. Если у нас перепутана полярность одной из обмотки, например, фазы С, то ток А будет равен току С, но в нуле будет протекать ток около нуля ампер. Ну, если у нас, например, ток А будет равен току в нуле, соответственно, это говорит нам о том, что в фазе С обрыв одной из обмоток, одной из вторичных обмоток. Ну, если, например, в фазе А у нас протекает ток 30 ампер, в фазе С 15 ампер и в нуле тоже 15 ампер, это нам говорит о том, что в фазе С у нас вторичная обмотка закорочена. То есть ток у нас протекает, обмотка закорочена и сразу замыкается на две ветви по 15 ампер в каждую. Вот такие вот бывают типовые неисправности при проверке правильности соединений вторичных обмоток трансформаторов тока. Скажу на своем примере, что когда делаешь монтаж релейной защиты, все равно есть риск где-то перепутать и где-то неправильно прозвонить проводники, поэтому данную проверку мы проводим практически всегда. И вот при такой именно проверке выявляются вот такие мелкие недочеты, которые могли быть, которые присущи при монтаже по невнимательности, по спешке и так далее. У меня лично было, что винтик одной из фаз вторичной обмотки был закорочен на переходной коробке для счетчика и данная проверка у меня не шла, то есть не пошла. Сразу обратили на это внимание, давай искать, звонить, перепроверять, ну и нашли его. Ну в общем, провели проверку всех наших вторичных соединений трансформатора тока, все у нас здесь в норме, нигде мы ничто здесь не напутали, ни на терминале, на самом, ни на приборе учета, все у нас по вторичным цепям соответствует. Ну, тогда можно приступать к проверке первичным током наших защит. Отсечку мы уже проверяли вторичным током, сейчас мы ее проверять не будем, мы проверим перегруз, земляную защиту и минимальную защиту. Потому как я еще раз повторю, проверка трансформаторов тока, правильности соединения обмоток, проверяется в самом, уже завершающем, на завершающем этапе. Чтобы после этого уже нам не расцеплять вторичные цепи трансформаторов тока. С этой целью, чтобы уже проверить правильность срабатывания тех или иных защит и вести фидер в работу. Проверим перегруз, уставка по перегрузу у нас 140 ампер, выдержка времени 15 секунд. Так, пробуем. Поехали, включаем. Давай фазуа. Так, несоответствие есть. Лампочка перегруза есть. Сбрасываем. Надо пойти аварию проверить. Так, аварийная. Аварийная. Реле аварийной сигнализации. Снимаем, поднимаем флажок. Давай! 147 Уставка 140 Так, перегруз выпал. Несоответствие есть. Сброс. Земляная защита у нас в районе 5 ампер. Выдержку, кстати, ТЗНП, у земляной защиты я не помню. Сейчас посмотрим. Так, первая ступень у нас стоит. Вот. 0,2 по вторичному току. Защита введена. Сделана она ненаправленной. Так, и выдержка на отключение. Вот. У нас она идет. На отключение введена. Характеристика независимая. Время отключения 0,1 секунда. Давай потихонечку. 2,6, 2,9, 3,7, 4, 4,3, 4,8 где-то. 5, 5,1 было. Так, светодиод выпал. Несоответствие у нас есть. Все, тут выдался. Хлажок снимаем. И хлажок поднимаем. И минимальная защита у нас 60 вольт с выдержкой времени 2 секунды. Так, сейчас я знаю, что попробуем минималку. Включаю. И одну фазу попробуем отбросить от ТНа 100 вольтовую. Ну давай, с назой что ли. Отключился. Так, светодиод 4 минималка. Отключение от минималки есть. Говорят, тоже есть. Фидер у нас включен. Я ставлю запрет работы минимальной защиты. Подтверждаю. И проверяем. Все в работе. Ту же фазу попробуем. Разорвал. Видно, что нет одной фазы. А цей, а фазы нету. Ну все, провели модернизацию ралейной защиты. После этого проверили всю схему управления. Проверили уставки. Проверили их первичным током. Проверили амическое сопротивление обмоток. изоляцию обмоток. Сняли вольтамперные характеристики трансформаторов тока. И так далее. И в принципе можно вводить фидер в работу. Но сейчас я вам покажу. Делали пробный пуск по этому двигателю. Включился. Ток 100 ампер был. Сейчас немножко снизился до 50 и того меньше. Лучше это здесь посмотреть по току. 26 27 ампер. Отлично. В этом видео делаю различные отступления от основной темы видео. Но тем не менее хочется показать. На этой подстанции мы уже делали аналогичную ячейку. Только здесь у нас менялся масляный выключатель на вакуумный. А в принципе все сделано аналогично. Вот у нас также стоит здесь счетчик электрической энергии и щитовой прибор. Тоже это у нас компрессор. Вы видите нагрузка около 100 ампер. 103 ну да 98 и 102. Вот наши защиты здесь отсечка МТЗ земляная минималка. Здесь надо исправить это не МТЗ а перегруз. Только у нас здесь используется еще выносной пульт ВПТ 01. здесь у нас все выполнено аналогично. Вот вы видите здесь у нас подключение кабеля USB, прибор, лампа, счетчик, шлейф идет. Здесь кстати у нас установлен компактный терминал. Видите он здесь по габаритам гораздо меньше. схема все здесь аналогичная за исключением того, что здесь у нас используется привод как таковой отсутствует, а используется уже непосредственно модуль управления ну или блок управления по старому SM-16. Так, здесь у нас также два автомата. Цепи соленоиды нам уже здесь не нужны, потому что нет в них необходимости. Здесь у нас просто цепи управления и питание терминала ТОР-200. Здесь у нас лампы, ключ управления и мы здесь устанавливали новый клеймник. Там я использовал часть старого, здесь же я использовал новый. Вот, с новыми клеммами, вот токовые клеммы. Перемычки и так далее. Ну и как я говорил, минимальную защиту, блокировку минимальной защиты на данном фидере сделано несколько иначе. Потому что здесь нет возможности на данном терминале нет возможности использовать функциональные клавиши. Поэтому здесь у нас использован дискретный вход от ТН. Ну, в принципе, вот на этом все. Вот такое получилось видео, где я показал, как проводится проверка правильности соединения вторичных обмоток трансформаторов тока. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. У кого есть вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова